Приветствуем всех зрителей и читателей портала главпахарь. Наша команда традиционно подготовила для вас обзор самых интересных новостей за прошедшую неделю. В России локализуют производство китайских тракторов Ханву. Компания Птитач Агра объявила о своем стратегическом решении локализовать в нашей стране производство моделей «Антарес», «Альтаир», «Алькор» и «Атлас» мощностью от 90 до 260 лошадиных сил. Сборочная линия будет развернута на производственной площадке завода «Галас» в Одинцовском районе Московской области. Отметим, что сотрудничество между Птитач Агра и китайским производителем тракторов было объявлено в начале 2023 года. Тем удивительнее, что спустя всего 4 месяца компании достигли соглашения о локальной сборке тракторов России. Китайские самоходные опрыскиватели «Лексин» вышли на российский рынок. Самой мощной в линейке стала модель 3WPZ5000GX4. Техника имеет полный привод, клиренс до 1,7 метра, а также бак для рабочего раствора емкостью 5000 литров. На машину устанавливается двигатель «ФАВ» с трубонаддувом мощностью 140 лошадиных сил и штанги с рабочей ширины захвата до 27 метров. В продуктовом портфеле бренда для России также будут представлены бункеры-перегрузчики. В России готовятся к частичному снятию запретов на полеты агродронов. Сельскохозяйственные беспилотники замерли в ожидании громкого возвращения. Дронам планируют разрешить полеты на высоте до 150 метров. Данную инициативу уже обсуждают с Минтрансом. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума. Напомним, что в настоящее время использование беспилотников почти всех типов запрещено в более чем 60 регионах страны. Алмаз покажет на дне сибирского поля новый полуприцепной плуг «Финист ПОП-9 плюс 2 на 40 с двумя съемными корпусами». Агрегат отличается тем, что его крыло имеет более загнутый угол в сторону борозды. Плуг предназначен для отвальной обработки почв, подзерновые и технические культуры на глубину до 30 сантиметров. Тонар выпустил обновленный тракторный прицеп БС-18. Объем кузова составляет 26,9 кубических метра, а грузоподъемность достигает 20,8 тонн. Техника предназначена для транспортировки органических удобрений и сельхозгрузов. Она также может подпрессовывать силы сосенаж для увеличения перевозимого объема. Бобруська Громаш представил новинку измельчитель рулонов ИГК-5МП. Главное отличие в оснащении поворотным выгрузным рукавом, который производит разгрузку измельченной массы на обе стороны. Габаритные размеры техники позволяют производить работы на фермах с высотой и шириной ворот не менее 2,6 метра. Лэли выводит на рынок новый автономный робот-кормораздачник серии Эксос. Разработкой этой техники бренд занимается уже три года и вот, наконец, на суд фермерам был презентован полностью готовый к запуску в серию агрегат. Машина объединяет в себе сразу две возможности – кошение травы на поле и раздачу зеленой массы сельхозживотным. Среди конструкционных преимуществ техники – двухосное шасси. Два горизонтальных шнека с поперечным транспортером, инновационный пальцево-сегментный режущий брус, а также цепочный транспортер с пластиковыми вставками для бережной загрузки кормовой массы в основной бункер. Первые машины запущены в тестовую эксплуатацию сразу на 13 животноводческих фермах в Нидерландах. Лэли Эксос в Европе можно будет купить с 2024 года. Диечи показал два телескопических погрузчика для сбора оливок и орехов. Первый агрегат AgriFarmer получил стрелу с максимальной высотой подъема до 8,7 метра и грузоподъемностью 3,4 тонны. Длина наклонного тента зонта может достигать 9 метров. Техника также имеет бункер вместимостью до 350 килограмм. В свою очередь, погрузчик мини-агри – это более компактный вариант. Высота подъема стрелы в данном случае составляет уже 5,68 метра, а грузоподъемность 2,6 тонны. Модернизированные машины оснащены вибрационными столами и головками от фирмы Sigma. Штайр расширил серию тракторов Compact S новой моделью 4075. Эта техника немного меньше, чем топовая версия 4080. Теперь весь модельный ряд агромашин Compact S состоит из четырех агрегатов мощностью от 55 до 80 лошадиных сил. Новый трактор 4075 оснащен коробкой с 12 передачами переднего и 12 заднего хода, а также двигателем 3,4 литра, F5, F5C с турбонадувом и промежуточным охлаждением мощностью 75 лошадиных сил. Грузоподъемность задней навески составляет 2,1 тонны. Трактор станет доступен для покупки уже с сентября 2023 года. Польский бренд Samash выпустил новую ворошилку P101100T. Ранее среди данного типа кормозаготовительной техники самая крупная была модель с 10 элементами, которая выпускалась только в навесных версиях. Теперь Samash меняет это и презентует новую прицепную широкозахватную ворошилку с транспортным шасси. Она создана на базе стандартной восьмироторной версии, однако дополнена дополнительными двумя роторами с обеих сторон. Машина оснащена необслуживаемыми элементами и требует всего одного клапана одностороннего действия и одного клапана двойного действия для управления складыванием и раскладыванием. ZoomLeon представил телескопический погрузчик ZTH3513. Грузоподъемность техники составляет до 3,5 тонн, а высота вылета стрелы до 13 метров. Машина получила двигатель Камин с номинальной мощностью 74 лошадиных силы. Среди особенностей гидростатическая трансмиссия, поршневой насос, а также три режима рулевого управления, включая крабовый ход. Квернеланд обновил ленточный волкообразователь ROG. Бренд адаптировал технику к условиям работы с более короткими полями и травяной массой. В волкообразователях ROG, включая флагманскую модель RT 1000 серии, теперь также дополнительно размещают каток в сочетании с пластиной над подборщиком, что гарантирует подбор массы, а не выбрасывание ее вперед. Угол рабочих органов также был скорректирован для этого и стал менее выступающим. В Канаде создали новую гусеничную робоплатформу для ПК. Инженеры из Коречи Innovation разработали умное оборудование, подходящее для выполнения самых утомительных рутинных операций в сельском хозяйстве. Техника не только хорошо культивирует, сеет, пропалывает и косит, но также берет пробы почвы. Управление осуществляется в дистанционном режиме с планшета. При этом искусственный интеллект, который ориентируется в пространстве при помощи камер, лидара и сигналов GNSS и RTK, предотвращает наезды на людей, препятствия и другую технику. Дорожный просвет робоплатформы составляет 30 сантиметров, а максимальная скорость движения 7,5 километров в час. Michelin протестировала в Нидерландах необычную тракторную шину Stressless. Она имеет интересный протектор и непрерывно ребристый профиль посередине, окруженный дополнительным профилем шипами. Скорее всего, шина работает по технологии низкого давления VF. Trobotics показал новую версию агроробота с индивидуальным механизмом для прополки и борьбы с сорняками. Теперь машина обнаруживает сорняки с помощью новых стереокамер. В отличие от предыдущей версии, в которой для срезания сорняков использовалась пневматическая рука с лезвием, а затем захват, текущая модель включает в себя новый ультрапрочный подвижный нож 20 миллиметров, который удаляет сорняки сверху. Машина может работать в режиме полной автономии с производительностью примерно 1 гектар за 18 часов. Когнитив Пайлот вошел в топ-14 мирового рынка автопилотов, согласно рейтингу MarketWatch. Российская компания попала в мировой топ вместе с такими сторожилами рынка, как американская Trimble и китайская CHC Navigation. Компания считает, что такой результат был достигнут благодаря использованию искусственного интеллекта. Система автономного управления, сельхозтехника и когнитив Агропайлот анализируют поступающие с видеокамеры изображения и при помощи нейронной сети глубокого обучения определяет типы и положение объектов по ходу движения, строит траектории, прогнозирует развитие ситуации и передает необходимые команды для выполнения маневров. Это первая в мире система, которая как человек видит и понимает обстановку по ходу движения. Принято решение направить на субсидирование продаж российских и белорусских тракторов дополнительное финансирование. Речь идет о 3,2 миллиардов рублей по программе номер 1432. Госсубсидии на покупку отечественных машин призваны дополнительно поддержать предприятия на фоне роста утилисбора. По мнению экспертов и аналитиков рынка, это позволит аграриям приобрести со скидкой более 2000 сельскохозяйственных тракторов в рамках уже утвержденного и согласованного плана с метельхозом и Минпромторгом России. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале «Главпахарь», а также в наших соцсетях и на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok